Более 200 тысяч рублей чуть не отдала мошенникам жительница Наринмара. После нескольких операций с банковской картой, которую она совершила под руководством неизвестного по телефону, в последний момент женщина поняла, что ее обманывают. Александра Литкова продолжит. Ситуация, когда вам звонят и представляются сотрудникам службы безопасности банка, одна из самых распространенных схем мошенничества. Такие случаи происходят в Нинецком округе практически каждый день, жертвами которых чаще всего становятся пожилые граждане. Именно они в основном проявляют доверие и поддаются на уловки злоумышленников. Расскажите ситуацию, в которую вы попали, и с каким заявлением обратились в полицию? Ко мне на прошлой неделе позвонили по номеру телефона 8906. И сказали, что в банке с моего счета, а у меня есть сберкнижка, открытая в банке, по моему заявлению списаны деньги. Мужской голос на другом конце провода предложил женщине снять денежные средства и съездив в торговый центр положить на счет страховой компании, которая находится там же. Я сделала все, как мне говорил молодой человек. Я сняла деньги, я поехала в строймастер, но я знала, что там нет никаких страховых компаний. Молодой человек все это время трубку не скидывал и говорил мне, что нужно делать. Хорошо, что я знаю, что там нет страховой компании, и я поняла, что меня обманывают. Таким образом, проявив бдительность, Елена не дала себя обмануть и сразу же обратилась в дежурную часть окружной полиции. По данному факту проводится проверка. В марте текущего года в управление Министерства внутренних дел по Нейнскому автономному округу обратилась гражданка с заявлением о том, что злоумышленники, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщили о сомнительных операциях по банковскому счету. Однако гражданка вовремя среагировала и одноличила денежные средства, тем самым сохранила их. Полицейские в очередной раз напоминают гражданам быть осмотрительными при использовании банковских карт, не разглашать сведения о реквизитах и паролях, а также не осуществлять предоплату за товар по объявлениям, размещенным в сети интернет.